Эти разовощекие русские ваньки возвращаются из плена так называемых укронацистов. А вот так выглядят украинские военно-пленные, которые только что вернулись из российских тюрем домой. Пытки в российских тюрьмах СИЗО это нормальное явление для Российской Федерации. А зверелые русские с особой изощренностью и жестокостью применяют разного рода пытки в отношении наших пленных солдат. Были пытки чаще всего с целью сломать военных, с целью выбить у них определенные показания, зафиксировать эти показания. И потом использовать эти показания в первую очередь против этих военных, дать им 10, 20, 30 для тюрьмы, обвинить Украину. Сказать, вот видите, ваш солдат признался в том, что он совершал. А как эти признания были получены? Сколько пальцев было сломано? Сколько костей было сломано? Никто уже об этом не говорит. Российская система с присущей только ей бесчеловечностью. Безжалостно проходится по каждому, кто оказывается в ее руках. По множественным свидетельствам наших военных, которые вернулись из российских тюрем, пытки к ним начинают применять сразу на первых допросах. Есть просто банальные экзекуции сделать больно. Просто ты мне не понравился, я тебе сделаю больно. Я тебе буду делать больно. Столько, сколько я смогу. И столько, сколько ты вытерпишь. С особым зверством россияне выбивают важную информацию у офицеров ВСУ. Если человек, например, офицер, там, каком-то там звании, и он владеет информацией о силах, о технике, о людях, о потенциальных планах, о каких-то моментах, его пытают, чтобы он это все рассказал. От насилия и издевательств русских наши солдаты страдают из-за родной язык. За украинский язык тоже это стандартная история с пытками. Были люди, которые же умирали за это. Россияне провоцируют Украину к применению их тактики в отношении своих пленных солдат, чтобы использовать ответную реакцию против нас самих. Российской Федерации выгодно было показать, что Украина зверь, Украина дикое существо, которое пытает, мучает. Со слов российского фюрера, у них в плену находится 6,5 тысяч украинских военнослужащих. Однако доступа к ним у официального Киева, к сожалению, нет. В данной ситуации Украина остается бессильна. Впрочем, как и весь цивилизованный мир. Потому что достучаться до одичалых о нарушении Женевских конвенций возможности нет. К сожалению, мы никак не можем на это повлиять. Никто не может нам помочь. Ни одна международная организация. Потому что Российская Федерация банально не идет на сотрудничество.